Сегодня дежурный по городу на Белокаменном шоссе. Это тоже видная, но так называемая промзона. Там за моей спиной множество организаций, в том числе автотранспортное предприятие, Успенский храм и даже проходная завода. Можно допустить, что сюда ежедневно каждый день ходят видовчане или жители близлежащих поселков, да и от города недалеко, минуты две на машине. Но вот пешком пройти получится вряд ли. Дальше дороги нет. Обычно такими словами начинаются остросюжетные или приключенческие фильмы. Не лучшая ситуация и со стороны города. До остановки Табулово тротуар есть. А вот дальше виднеется только тропка, и она вряд ли напоминает пешеходную дорожку. Идти же по шоссе, даже соблюдая все правила дорожного движения, практически невозможно. Участок дороги очень опасный. Это скажет вам любой водитель, да и видно невооруженным взглядом. С утра, когда идет оттепель, по этой дороге идти невозможно, и люди ходят непосредственно прямо по проезжей части. Тут же ездят и велосипедисты. И из ситуации этой так просто пешком не выйти. Промзону и город больше ничего не соединяют, кроме тропки. И на нее согласны пешеходы. Но несколько недель назад дорожные службы почистили дорогу. Единственный у нас тротуар ведет в храм и в город. Его не то, что чистить не хотят, его даже засыпали снегом. Так что вы сами видите, какие кучи здесь этого снега. Чтобы пройти даже совершенно нельзя. Да, если можно только проехать, но нет машины, логично было бы воспользоваться общественным транспортом. Местные жители и на это имеют что сказать. Дело в том, что троллейбусы и автобусы, они думают, что люди ждут на московский, 364-й, и они даже не притормаживая едут дальше. И поэтому единственная досада, обида. Досада и обида жителей, вынужденных карабкаться вдоль оживленного шоссе, не проходят уже давно, годами. Не могут даже припомнить, когда ситуация была иной. Пять лет тому назад у меня дочь была беременна. Чтобы попасть в женскую консультацию, я ее водила, потому что было страшно, скользко. Никто дорогу не чистил ни разу. Невозможно найти хозяина, ответственного за этот тротуар. Тротуар практически перекопан. Здесь летом куски вырванного асфальта и лежат гнилые досочки. По которым люди ходят. Жители Ленинского района, которые ежедневно пользуются тем, чего не существует, а эта пешеходная дорожка вдоль Белокаменного шоссе, никак не могут понять, куда именно обращаться. То ли в администрацию города, то ли в администрацию района. Что ж, попробуем и мы получить у властимущих хоть какой-то комментарий. Итак, в администрации о проблеме знают и подтверждают. Дороги для пешеходов нет. А если ее нет, то невозможность планировать финансирование для ее обслуживания. Мы, естественно, планируем внести в план наших работ, в том числе и обустройство вот этой пешеходной дорожки от деревни Тоболово, уже туда в сторону храма, который у нас находится на круговом движении, для того, чтобы, во-первых, у нас были основания для того, чтобы ее содержать уже в надлежащем состоянии. Когда она будет приведена в надлежащее состояние, естественно, ее будет проще убирать. Обнадежили нас и сроками. В этом году займутся пешеходным вопросом вдоль Белокаменного шоссе. Но произойдет это точно не ранее, чем сойдет снег. Татьяна Кременецкая, Елена Федорова, Алексей Ильин, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...